Приветствую всех, кто смотрит это видео. Сегодня я путешествую по Челябинску. Расскажу о том, почему и когда этот город стали называть Танкоградом. Узнаем, что изображено на гербе Челябинска и куда подевался городской органный зал. А также попытаемся найти здесь осколки Чебаркульского метеорита. Я здесь не живу, здесь живет моя сестра Таня. Она мне будет помогать рассказывать о городе. Мы пробежимся по историческому центру, поищем какие-то известные и неизвестные достопримечательности. В общем, надеюсь, будет интересно. Поехали! Челябинск – уральский промышленный город, седьмой по численности населения. Сегодня здесь проживает порядка 1 миллиона 200 тысяч жителей. Расположен Челябинск на восточном склоне Уральских гор. По одной из версий, название переводится с башкирского как «неглубокая яма» или «впадина». Кстати, Челябинск – один из 20 городов, которому в июле 2020 года было присвоено звание «Город трудовой доблести». Самое интересное, когда я искала об этом информацию в интернете, то наткнулась на то, что точно такое же звание было присвоено городу еще в 2015 году. Я не зря заикнулась о трудовой доблести Челябинска. Ведь второе, неофициальное название города – Танкоград. Так его стали называть во время Великой Отечественной войны. Тогда работающий здесь Кировский завод наркомата танковой промышленности был центром производства боевых машин. За годы войны тут создали 13 типов новых танков и самоходных артиллерийских установок, 6 типов танковых дизель-моторов. Выпускали и легендарные «Катюши». Завод работает по сей день, только сейчас производит трактора. Находится индустриальная достопримечательность на окраине. Я же предлагаю прогуляться по центру. Начнем с самой туристической улицы города – Кировки. Она чем-то напоминает московский Арбат. Сначала улица Кирова была проезжей. Пешеходной стала только в начале 2000-х годов. Тогдашний мэр превратил часть Кировки в культурный памятник. Посмотрим, как это выглядит. Сегодня улицу украшают не только магазины, рестораны и уличные музыканты, но и различные бронзовые скульптуры. Памятник пожарному, огромная карета, художник, собака и даже левша, который подковал блоху. А эта статуя верблюда находится здесь совершенно не случайно. Дело в том, что такой же набьючный верблюд изображен на гербе города Челябинска. С одной стороны, это символ изобилия. С другой же стороны, он напоминает нам о том, что когда-то через город проходили важные торговые пути. Бронзовые статуи, конечно, хороши, но не они, а исторические здания делают Кировку значимым культурным объектом. Вот, скажем, особняк Ахметова. Первый этаж здания каменный, а второй деревянный с резными наличниками на окнах. Ну, очень красиво. Не так давно в самом центре двухэтажной Кировки был построен современный многоэтажный непоскреб Челябинск-Сити. Его высота вместе со Штилем 111 метров. Кстати, напишите мне в комментариях, как вы считаете, вписывается ли он в застройку этой улицы. Улица Кирова в разные времена имела разные названия. Рабоче-крестьянская, Уфимская, Екатеринбургская. Неизменным оставалось одно. Она всегда была важной транспортной артерией города. Давайте посмотрим, куда приведет нас сегодня пешеходная Кировка. А выходим мы прямо к театру оперы и балета. Один мой знакомый однажды сказал, что если ты приезжаешь в город, и там есть театр оперы и балета, то, во-первых, этот город крупный, а во-вторых, конечно же, культурный. Мне стало любопытно, и я посмотрела, в каких городах России есть театры оперы и балета. Насчитало всего 26 городов. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Якутск, Владивосток, Казань, Самара, ну и так далее. Кстати, Таня говорит, что внутри театр еще красивее, чем снаружи. А что там внутри? Ты думаешь, я знаю, как это все называется? Ну, не знаю, примерно. Внутри очень много красивых люстр, колонн, балюстрат. Богато, дорого-богато. Да, дорого-богато, все в золоте и хрустале. Класс. Чуть дальше, на противоположной стороне улицы Труда, живописная набережная реки Миас. Туда и отправимся. В солнечную теплую погоду здесь очень хорошо гулять и смотреть на воду. Но мы пришли сюда не поэтому. Нашим современникам Челябинск известен по метеориту. Он упал в озеро в районе города Чебаркуль. Это город, который находится на территории Челябинской области 15 февраля 2015 года. Где этот камень сейчас, доподлинно не ясно. Но я точно знаю, что один его кусочек находится в Краеведческом музее города. Государственный музей истории Южного Урала был открыт в 1923 году. Ну а наша прогулка продолжается. Идем дальше изучать город. Я была в Челябинске в детстве. И вот это место, которое запомнилось мне больше всего, это площадь революции. Посмотрим, что здесь есть. По сложившейся традиции памятник Ленину. За ним небольшой сквер, здание молодежного театра драмы и арбитражный суд. В общем-то, туристы считают, что делать тут особо нечего. Так что отправляемся дальше. В центре города расположен парк Алое поле. А в нем Александра Невская церковь. Сейчас здание объект культурного наследия и находится на реставрации. В это сложно поверить. Но еще в 2013 году, то есть 7 лет назад, в здании церкви был органный зал. И с переносом отсюда органа связана очень скандальная история. Дело в том, что орган, в принципе, инструмент очень дорогой. Наверное, это один из самых дорогих инструментов, ну, если не считать скрипки Страдивари. Настраивают его только под конкретное помещение, в котором он находится. И демонтировать орган без нарушения качества его звучания просто невозможно. Но, тем не менее, из Александра Невской церкви орган был перенесен. Когда народ узнал о том, что орган хотят убрать, началась волна протестов. И власти создали специальную комиссию по переносу органа. Стали искать для него новое помещение. Остановились на здании бывшего кинотеатра «Родина». Тогда по кинотеатру гулял лишь ветер до голубей. И оно не подходило ни по одному параметру. Несмотря на это, эксперты настаивали на том, что для органа лучше места нет. В кинотеатре опустили пол, подняли потолок и даже крышу. На все работы ушло порядка 200 миллионов рублей. Сейчас тут проходят концерты органной музыки. Говорят, что звучит орган даже лучше, чем прежде. Ну что, мы по-прежнему гуляем по центру Челябинска. Таня, ты там где? Это просто ступеньки у нас. И плавно перемещаемся к другому историческому объекту. Это памятник академику Игорю Курчатову. Вот он, кстати, перед нами. Игорь Васильевич Курчатов – советский физик, отец атомной бомбы. Он родился в Челябинской области. И в 1986 году на площади науки рядом с Южноуральским государственным университетом был открыт памятник ученому. Он состоит из трех частей. Два пилона и статуя Курчатова. Полусферы символизируют расщепленный атом. Говорят, что он светится в темноте. Но дожидаться того момента, когда город включит огни, мы не стали. Отправились домой. Но я надеюсь, что наша пешеходная экскурсия по центру Челябинска была интересной. Если да, то поддержите это видео лайком. А в комментариях напишите, были ли вы в Челябинске. И если да, что понравилось здесь именно вам.